Перед тем, как получить прививку, контроль состояния здоровья, опрос пациента, проверка давления температуры, содержания кислорода в крови. Если все хорошо, дальше процедура вакцинации. Вакцинация в районе начата с марта месяца. За этот период по нашей амбулатории прошло 440 человек, что составляет 23% общего числа взрослого населения. Ежедневно мы вакцинируем от 10 до 15 в среднем человек. Люди довольно активно, но хотелось бы все-таки еще более, чтобы были цифры, чтобы мы, скажем так, к началу эпидподъема заболеваний успели вовремя завершить вакцинацию, сформировать иммунную прослойку у населения. Сделать прививку пришла и Ольга Котейко. Предварительно изучала информацию и решилась. Исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации, посмотрев, что она не улучшается, приняла решение, что надо вакцинироваться. Семья уже моя частично, мужа, мама, мои родители вакцинировались. Сегодня я решила, следующий муж на очереди. Как и Ольга Логищенец. Сегодня пришла, потому что время удобное было. Сделать решила, потому что такая ситуация спокойнее, если сделаешь прививку, мне будет. Поэтому все родные привились, я тоже. Думаю, что не болела еще пока, поэтому тоже решила привиться. Если вдруг заболею, надеюсь, что легче перенесут. Для хранения всех компонентов созданы все условия. Холодильные камеры, где соблюдается специальный температурный режим. Есть и хладые элементы, и специальные сумки для транспортировки. В Брестской области продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом уже привиты 13%, 172 тысячи человек. 8,5 или 13,5 тысяч уже привиты двумя компонентами. Медработники на самом деле активно выходят как на предприятие, как в организации, как постоянно на приемах объясняют любому человеку или любой организации, для чего это необходимо, для того, чтобы быстрее закончилась данная эпидемия. Вместе с тем врачи напоминают об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции и санитарных норм, для того, чтобы оставаться и быть здоровым, а также беречь себя и своих близких. Евгения Мороз, Александр Севицкий, телерадиокомпания Брест.